Украинская энергетика Энергоэффективность и экономное потребление Для этого в энергетической системе должен состояться ряд реформ Как они проходят в украинской энергетике и чего ожидает от Украины международное сообщество Эти темы обсудим с гостем нашей студии, директором энергетических программ Центра Разумкова Владимиром Амельченко Владимир, здравствуйте Здравствуйте Насколько я понимаю, то сейчас международное сообщество ожидает, в принципе, и я здесь, как потребитель в средине страны Все ожидают, что рынок наконец-то заработает Рынок газа, рынок электроэнергии Есть прекрасные законы, есть написанные, нарисованные схемы Можно их поднять, открыть, все там понятно Почему сейчас не работает рынок, по сути, в Украине Почему не запускаются несколько поставщиков, чтобы у потребителя был выбор Кого можно выбирать? Как это работает в цивилизованном мире? Ну, в первую очередь, я бы хотел сказать, что действительно основная база для реформ создана Это принято в прошлом году была энергетическая стратегия Украины до 2035 года Которая определяет основные цели, задачи, механизмы достижения этих целей в энергетике Украины Также были приняты законы о рынке природного газа, о рынке электрической энергии Это ключевые законы, так сказать То есть основная база есть То есть бумажные законы все работают как бы на бумаге Но, к сожалению, на деле, когда доходит до стадии имплементации Тут мы видим какое-то замедление И действительно трудно сказать, почему нет конкуренции Для потребителя он не может выбирать поставщиков ни на рынке электрической энергии Ни на рынке природного газа Постоянно возрастают тарифы и на газы, на электрическую энергию И на транспортировку энергоносителей И пока что потребитель реально для себя каких-то преимуществ от этой реформы не видит Но в то же время надо отметить, что этот процесс очень долгий, сложный И все-таки главная причина, на мой взгляд, почему эти реформы тормозятся Это связь бизнеса с политикой Когда сложно сказать, кто у нас бизнесмен или политик То есть политик или бизнесмен, все это так переплелось И отсутствие единого центра управления реформами Сегодня, к сожалению, есть три таких центра И часто мы видим, когда компании государственные, органы исполнительной власти И кабинет министров действует разрозненно один от другого И поэтому без такой серьезной координации усилий Без создания команды единомышленников Без отделения бизнеса от политики, от государственного управления Очень сложно будет нам надеяться на то, что эти реформы завершатся в интересах потребителей Вот смотрите, какие данные приводит центр Разумкова Который, вы подчеркиваете, Украина мировой лидер по падению потребления энергоносителей В течение 2006-2016 годов Это происходит не столько благодаря усилению мер энергоэффективности Как отмечают в центре Разумкова А в связи с падением ВВП И особенно резкое снижение потребления произошло с начала российской оккупации Крыма И отдельных районов Донбасса В 2014-2015 годах потребление первичной энергии снизилось на 27% Но тут я понимаю, что естественные факторы есть Например, если мы говорим о ТЭС и ТЭЦ То это антрацитовая группа угля И проблемы ТЭС и ТЭЦ это несколько разные виды Давайте о ТЭС говорим Давайте о ТЭС Хорошо Есть определенные Сейчас тоже не буду вдаваться в подробности Разные марки угля У нас возникли просто естественные проблемы с поставкой Например, той же антрацитовой группы Пришлось переделывать на газовую группу Все равно переоборудование происходило А можно ли было подойти, например, еще по-другому? Ну, допустим, это не уголь, а перейти на другие виды ресурсов Теоретически это возможно, только в краткосрочной перспективе нереально Потому что для того, чтобы перейти, например, на возобновляемые источники энергии Для этого надо очень серьезный резерв времени То есть до 1935 года планируется увеличить долю возобновляемых источников энергии С 4% до 25% Ну, это 20 лет А что нужно в первую очередь строить? Ну, солнечные, допустим, если брать... Они есть, допустим, в Херсонской области Если брать, допустим, возобновляемые источники То это, в первую очередь, строятся сейчас солнечные панели 82% от доли всех новых введенных мощностей в 2017 году Это именно солнечные электростанции Ну, а также и ветровые электростанции, которых меньше Опять же вспоминаю Херсонскую область Да, биотопливо тоже, как бы, такой потенциал имеет серьезный, да Но обратно же, это долгосрочная, как бы... А энергия волн? А? Энергия волн? Борская энергия, так называемая Энергия волн — это очень такой высокотехнологический вид энергии Требующий больших инвестиций Срок окупаемости достаточно высокий То есть, ну, я думаю, что этим видом энергии могут воспользоваться очень развитые страны Такие, как Дания Вот в Дании этим занимаются, да То есть, у них для этого есть ресурсы Есть, как бы, возможности технологические Украина, к сожалению, пока что не может оплачивать электроэнергию И не имеет соответствующих инвестиций для того, чтобы такие сложные виды энергии развивать, как энергию волн Но, по сути, это же гениально Волны постоянно прибывают И, ну, грубо говоря, качают маятник, который вырабатывает электроэнергию Ну, да, но сама, так сказать, надо же энергию волн Волн, кинетическую энергию волн преобразовать в электрическую энергию А это именно на процесс преобразования Он требует определенного оборудования, определенных затрат То есть, эта трансформация не такая дешевая, как кажется Ну, то есть, солнечные панели, ветряки Это, скорее всего, биотопливо Да, но в то же время надо сказать, что в ближайшие 10 лет основными видами энергии в Украине будут по-прежнему оставаться традиционные виды энергии Это природный газ, ядерная энергетика, уголь То есть, мы от этого никуда не денемся, потому что, как бы мы не развивали возобновляемую энергетику, все равно для этого требуется время Это серьезный долгий процесс, инвестиции Оно все-таки, на мой взгляд, самый главный ресурс, я всегда подчеркивал, это, самый главный энергетический ресурс, это энергоэффективность, энергосбережение Почему? Потому что не имеет значения, или вы увеличите, допустим, на 10% производство энергоносителей, или сэкономите, да То есть, но баланс будет тот же, да То есть, но на экономию энергоресурсов необходимо намного меньше инвестиций То есть, это очень выгодный вид вложений в энергетику Энергоэффективность, это, вы имеете в виду, замена коммуникаций? Это модернизация жилья, так сказать Утепление Да, замена, значит, котлов То есть, это внедрение наиболее энергетического оборудования в процессах, там, на металлургических заводах На индустриальном производстве, каком-то там, более технологическом И машиностроении, и так дальше А, например, добыча, разработка добычи собственного газа Это тоже есть месторождение Украина владеет серьезными возможностями добычи Запасы, доведенные сегодня, составляют 600 миллионов тонн на нефтяного эквивалента То есть, в принципе, Украина может увеличить добычу до уровня самообеспечения Но я думаю, это может произойти тоже не быстро В лучшем случае, в течение, там, 50 лет Член Еврокомиссии, руководитель направления энергетика и окружающая среда Торстен Воллард считает, что Украина демонстрирует не слишком хорошие результаты в реформировании энергетического сектора С одной стороны, он учитывает фактор войны И говорит, что нельзя этого не учитывать С другой стороны, говорит, что не хватает прозрачности То, о чем и вы только что сказали Также называют три направления, за которыми сейчас следит международное сообщество Первое, это независимость регуляторов Именно они могут положить конец коррупционной составляющей Сейчас регулятор есть Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Роль формировать условия, в которых действуют компании, работающие на энергетическом рынке Ну и, естественно, определять те или иные цены, тарифы, которые выставляются для населения, для бизнеса И тут очень много, ну скажем так, критики, мягко говоря, к НКР и КП По поводу того, что откуда вы берете эти тарифы Вот вы, например, понимаете, как регулятор выставляет эти цены? Ну вы знаете, давайте начнем с того, что сейчас сменился состав НКР и КП Если раньше он был политический и больше как бы на него назначение членов НКР и КП влияли политики То сейчас новые члены были отобраны конкурсной комиссией по профессиональным признакам То есть были там рейтинги соответствующие, конкурсы И я думаю, что нынешняя комиссия будет намного более эффективная И удаленная и от влияния бизнеса, и от влияния политики Так я надеюсь, да, и поэтому мы сможем увидеть лучшие результаты А вы присутствовали, кстати, при отборе? Ну я не присутствовал, но я тоже как бы каким-то образом предлагал членов конкурсной комиссии И там в каком-то процессе участвовал, но не прямым образом Но это не имеет значения Главное, что конкурсная комиссия профессиональная была Это отобрало нормальных профессионально подготовленных людей Еще очень важно отметить, что это не только назначение тарифов НКР и КП Это также еще центр проведения реформ на рынке электрической энергии и природного газа Потому что, вы знаете, для того, чтобы закон про рынок электрической энергии внедрить Необходимо принять очень много подзаконных актов И тут главная тяжесть ложится именно на НКР и КП Но вы сейчас в целом довольны работой? Я не доволен, не то что недоволен Просто предыдущим составом, я считаю, никто не может быть доволен Потому что цены росли, эффективность энергетики достаточно была невысокая Долги возрастали, и потребители, в принципе, не видели большой пользы от этих реформ Надеюсь, что новый состав, который избран буквально позавчера Президент подписал указ, он сможет изменить положение Ну, так сказать, вот мое мнение такое Еще, я сказал про три направления Второе, Торстен Воллерд считает, что увеличение внутренних поставок газа Что правила игры в украинской энергетике должны измениться так Чтобы люди с политическим влиянием не вмешивались в работу новых и действующих инвесторов Но, по сути, мы опять возвращаемся к рынку, правильно? Ну, да, то есть, если разобраться, кто у нас главные компании добывающие Кто стоит за ними, да, то есть, кто акционеры, бонефициары Поэтому видим, что это люди с хорошим, таким добротным, олигархическим прошлым Да, то есть, никого там случайного нет Поэтому... Правило номер один Да Учитель всегда прав Правило номер два Если учитель не прав, смотри правило первое Эти люди, они как бы воспитывались и возрастали в 90-е годы И вряд ли они поменяют свою психологию То есть, у них задача стоит контролировать рынок Вряд ли они заинтересованы допускать серьезных игроков Типа Шелтон, Эксон Мобил, там, значит, или каких-то других Если и будут допускать только на тех условиях, которые им выгодны Да, то есть, поэтому, мне кажется, особо как бы рассчитывать на этих игроков не следует Да, они могут увеличить добычу, там, на 5%, на 10% на протяжении какого-то периода Но существенного как бы сдвига, то есть, что Украина достигнет самообеспечения с этими игроками Ну, сложно рассчитывать Ну, и третье направление, это газотранспортная система И сейчас, ну, тут можно очень долго говорить, у нас, к сожалению, очень мало времени Но сейчас, смотрите, есть несколько угроз уже, да Это Танап, например, и ветка в Европу азербайджанского газа через Турцию Ну, Танап это нам не угроза, потому что от другого источника газа Хорошо, турецкий поток, это на юг И Северный поток-2, если мы говорим о России, да И мы говорим о газотранспортной системе И, например, если мы говорим о Северном потоке-2 То, например, министр Германии Ангелин Меркель убеждает о том, что да, должен остаться транзит через территорию Украины А каким он будет, этот транзит? Ну, вы знаете, что Меркель же точно сказала, что без Украины никакого Северного потока-2 не могло и быть Да, то есть, если просто не все поняли эту мысль То есть, если бы действительно Украина и наши политики это осознали, его бы не было Почему? Потому что Северный поток-2 может быть запущен там не ранее, там, 21-го года Потому что его надо еще построить, надо инфраструктуру в Германии построить У нас истекают контракты в 2019 году То есть, у нас есть 2 года лаг Да, то есть, просто без украинской газотранспортной системы Если бы Украина сказала, что действительно хотите обходить, пожалуйста Но тогда подписывайте контракт транзитный с такими тарифами Которые бы, так сказать, как бы нивелировали все наши Вернее, компенсировали все наши потери прошлые, так сказать Или мы не будем вообще этот контракт подписывать Стройте себе, пожалуйста, но без нас И были бы сорваны все контрактные обязательства И Газпрома, и газпромовских партнеров в Европе Поэтому этого бы проекта просто не было Но, к сожалению, Украина, так сказать, не поняла свое место в истории И, так сказать, как бы... У нас еще есть время Да, ну, я думаю, время оно истекает Я думаю, все-таки Украина очень находится под большим давлением с разных сторон У нас, мы еще не обрели серьезную субъектность Это очень большая проблема К сожалению, очень мало у нас времени Приходите к нам еще, пожалуйста Будем критически относиться и критично обсуждать все эти вопросы Вам большое спасибо Я напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был директор энергетических программ Центра Розумкова Владимир Амельченко Меня зовут Сергей Чернышев Это ЮАИ ТВ Не переключайтесь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова